Белорусы в Сибири Белорусы в Сибири И вот это все дало те всходы, благодаря которым существует и продолжает развиваться государство российское Численность иноземцев в Сибири на начальном этапе ее освоения составляла не менее полутора тысяч человек Причем среди них была значительная доля литвинов, так тогда называли белорусов Новая волна переселения белорусов в Сибирь началась в конце 18 века, после вхождения белорусских земель в состав Российской империи Только ковырни, у каждого из нас, в сибиряка коренного, есть все от шведов, немцев и дальше по всему спектру Тем эти пространства наши и тем наша история Сибири отличается, плавильный котел Много ссыльных белорусов приехало в Сибирь после польского восстания 1863-1864 годов Аграрная реформа конца 19 века, где целью ставилось освоение полудородных земель восточных окраин России Не обошлась без крестьян из северо-западного края, территория современной Белоруссии и Литвы А уж Столыпинская реформа начала 20 века послужила зарождению целых белорусских поселений в Сибири Это то, как наш, по большому счету, один народ, вот так распространялся по большой территории И из статей, которые опубликованы в этом двухтомнике, видно, что каждый автор по-разному даже идентифицирует белорусов Очень ценно, что здесь большое внимание уделено Столыпинскому переселению На самом деле это совершенно отдельный, большой, уникальный в истории России проект Когда государство предложило людям улучшить свою жизнь на определенных условиях 3,5 миллиона человек за короткий срок переехали за Урал И государство их не обмануло Без белорусов не обошлись такие страницы истории Сибири, как коллективизация, репрессия Эвакуация братского народа в годы Великой Отечественной Белорусы осваивали целинные земли А в новом двухтомнике есть и стихи, написанные местными сибирскими писателями И переведенные на русский язык Да, это с очень сложной судьбой В общем-то все наши писатели репрессированы, домой не вернулись Судьба Ядвиги Беганской Она наиболее, мне кажется, трагичная, так как она женщина И эта поэзия мне была близка Поэтому, мне кажется, переводы получились искренними Двухтомник белорусов Сибири стал частью альманаха Тобольской «Вся Сибирь», Который насчитывает уже более 40 изданий А в этом году Общественный благотворительный фонд «Возрождение Тобольска» Отмечает свое 25-летие За четверть века было сделано действительно много К юбилейной дате в тенах исторического общества Открыли выставку художников-графиков из Омска, Тюмени и Тобольска Цель и задачи нашей общественной организации Благотворительного фонда «Возрождение Тобольска» Они изначально были прописаны в уставе такие просветительские Рассказать людям о замечательном историко-культурном наследии Которое нам досталось сибирякам от наших предков За 25 лет, конечно, нас знают очень многие библиотеки И главные библиотеки российские и российско-государственные Мы совместные проекты делали неоднократно Ну и библиотеки в Сибири Поскольку мы эти наши издания достаточно дорогие Но передаем всем бесплатно Поскольку фонд благотворительный В ходе презентации в Доме российского исторического общества Было также представлено знаменитое фоксимильное издание Евангелия Которое принадлежало Достоевскому В годы ссылки его писателю в Тобольске Передали жены декабристов Свой экземпляр Евангелия Достоевский хранил всю жизнь как реликвию Судьба главного русского классика второй половины XIX века Тесно переплетена с белорусскими землями и Сибирью Предки писателя происходили из служилой шляхетской династии Которой в начале XVI века Было пожаловано имение Достоева Расположенное в Полесье На территории современной Брестской области Именно оно дало начало фамилии Ставшей впоследствии всемирно известной Служба информации российского исторического общества Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин